Иван Абрамов Вы знаете, обычно перед свадьбой многие парни устраивают мальчишник. Я мальчишник свой не делал, потому что у меня с ним связаны неприятные воспоминания. Однажды был на таком мальчишнике в городе, где родился жених. Так получилось, что он родился в городе Суздаль. Так сказать, город Аторва Российской Федерации. Где фраза «это Суздаль, детка» звучит не на вечеринке, а когда ребенок заблудился где-то во Владимирской области. И мы по всем канонам мальчишника, естественно, пошли в стриптиз. А я был вообще первый раз на стриптизе. Тем более в 100 метрах от мощи Софии Суздальской. И мы зашли в стриптиз. Там играла вот такая вот музыка. И в какой-то момент все было хорошо. Но мы решили все-таки оттуда уйти. Когда на фоне этой музыки мы невольно услышали. Вы знаете, так стало стыдно почему-то. Как будто в этот момент, вы знаете, зашел батюшка и сказал, «Ребят, как ты это все не по православному, не по нашему?» «Привет, Мориш, поистину». Когда вы подавали заявление в ЗАГС, нужно было подать документы, чтобы вас обручили. Мы, знаете, наблюдали очень жизненную картину. Брака сочеталась очень такая разная по эмоциям пара. Очень счастливая, но при этом на любителя такая была невеста. Выходила замуж за... Все там были? Выходила замуж за очень красивого, но при этом очень несчастного жениха. Да, в глазах невесты, знаете, было мажорные ноты, а в глазах жениха прям слышалось. Я не знаю, как это случилось, Как со мной все это приключилось. Вроде бы серьезная аптека, Но брак на производстве рождает человека. И любая свадьба начинается с того, что молодожены составляют список гостей. Мне кажется, все молодожены, кто женился, кто будет жениться, друзья, все молодожены список гостей составляют по одному и тому же сценарию. Так, итого у нас получилось 80 гостей. Да, вроде никого не забыли. Давай считать. Итого у нас 80 умножить на 10 тысяч в ресторане. Итого получается 800 тысяч. 800 тысяч, да? Это без учета аренды лимузина, шоу мыльных пузырей ведущего, да? 800 тысяч. Так, ну вот, допустим, шишкановыми. Мы что, прямо уж так дружим? Учитывая, что у меня концепция свадьбы был фильм «Три мушкетера» с Боярским, у меня был еще дополнительный параметр отсева гостей, приходи ко мне на свадьбу, у меня будет концепция свадьбы «Три мушкетера». Ребят, вы что, дебил, до свидания. И свадьба у нас, учитывая эту концепцию, была в Париже, и на самом деле получилась дешевле, чем в Москве, потому что не всем дали визы. Такой, знаете, гнилой жених. Я вообще сам люблю очень свадьбы русские, и сам часто иногда их веду, и у меня даже есть там, знаете, любимые персонажи, я думаю, все вы их видели, я их называю семейная пара тихонь, которые, знаете, весь вечер сидят, не участвуют ни в каких конкурсах, и ведут в уголку очень тихо такого рода беседы. Пойдем сейчас, подойдем, скажем то, Сережа, просто это уже неприлично, то, что вы сидите. Мать, вот меня если попросят, я скажу, вот это вот не надо, что тебе было в городе, где-то есть какой-то, не босс, не надо в лесу, слово представляет ей семье щитку. Хренат. Говорится. 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 Вика, Аня. Тебе Вика, Тимур, Айрина. Говорится. Валер, ну что там? Говорится. Что, как говорится, все было, да? Говорится, да, что все было, и будем так говорить. Конечно. Что, что. Спасибо. Говорится, да, что все было, да? И, как говорится, еще сразу, да? Все, что, все, все. И после этого, это самый пьяный человек на свадьбе, потому что для него все самое страшное уже позади. А, знаете, учитывая нашу концепцию, мы решили друг другу посвятить творческие номера, и я своей девушке решил сочинить песню на французском языке, что-то вроде Красиво? Я тоже думаю, красиво, тем более у меня на свадьбе никто не знал французский, и моя жена тоже не знала максимум, что местные официанты подходили, говорят, слушай, песня, конечно, красивая, но то, что ты сравнил глаза жены с баржей для перевозки сельди, это, конечно... Но главное, рифмы. Причем, знаете, французский язык это очень красивый язык. По мне, это, наверное, единственный язык, где даже ругательства очень красивые. Может быть, вы знаете, у них есть такое очень популярное «Мерде», да, такое шелковое «Мерде», «Дерьмо», казалось бы, да? Клянусь, если я не знал, я бы так свою дочку назвал. А как нас зовут? «Мерде Абрамова»? «Гнилой отец». Еще у них есть такое, тоже, может быть, слышали, созвучно с музыкальным камертоном «Авахтон». Вот такое благородное, разрешите представиться. «Авахтон», «ублюдок». Немецкий язык, наоборот, там что ни слово, то ругательство. Я однажды был в Германии и видел, как парень протягивал девушке цветы с фразой «Херцблот». «Ты бист ма Тwieц блац». Представляете, вот такую колыбельную младенцу, допустим, петь? «Ты бист май Тwieц блац». «Ты бист май Тйблот». «Ты бист май Тwieц блац», «Ты бист май Тwieц блац». «Э, э – э – тихо, 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 тихо. «Мерде, мерде Авертон». «Авортон». «Ава». «О, молодец, господи». Научил младенца ругаться матом по-французскому. «Ужинственно». Гнилой филолог. Само, знаете, что приятно на самом деле в свадьбе, это обсуждение смело своих будущих детей, мы недавно обсуждали, в частности, какая у них будет религия, просто моя девушка татарка, поэтому мусульманка, для нее это по мне очень важен, я, в принципе, либерален, ко всем религиям всех уважаю, она сказала, окей, будет мусульман, но я говорю, ладно, если у нас будут мусульмане, то я хочу, чтобы моего сына звали Иван, она говорит, хорошо, тогда если родится дочка, то назовем ее Руфина, я говорю, ладно, но в итоге, знаете, мы пришли к выводу, что Руфина Ивановна Абрамова может стать для общества очень непредсказуемым персонажем, собственно говоря, как Иван Иванович, который в Армадан есть до заката но, знаете, все-таки, если у меня вот родится первая доченька, вот Руфина Ивана Абрамова, это смесь трех кровей, девочки, я знаю, как я буду петь и колыбельные Спи, моя радость, и сны В доме погасли огни Папочка, это все понятно, что по деньгам? Любите, рожайте и пойте колыбельные в дом Ажоре, спасибо А мы что-то будем туда-то? Иди сюда Заходи Иди сюда Не, вот, а что снимают? Бэкстейдж Бэкстейдж снимаем Снимаем Сняли? Леш, привет Привет Жариваем сегодня хорошего друга Человека Представься, пожалуйста, вот я, например, тебя еще пока что не знаю, ты новичок в прожарке Да, я Вадим Постильный Скажи, за что ты будешь его прожаривать? О, слушай, вот по поводу мушкетеров, ничего бы не сказал А, это тоже нравится? Не, мне не нравится, но уже пусть играется Шваня Ну? Так я не хочу, чтобы вот этот про меня что-то играли Реально? А вот этот хочу, чтобы что-то про меня играли Куркульца Это очень хороший человек, но при этом умудряется быть самым отвратительным человеком, из которых я встречал когда-либо с кем-то лично знаком Жокер, современный джокер, джокер России Джокер России Иван Абрамов Представляете, на улыбку его За что будешь его прожаривать? Ну, есть, есть претензии Да? Да, конечно Я, у меня к нему, правда, одна претензия, но она распадается на 27 пунктов, и потом, соответственно, будем мы разруливаться А ты будешь вот так вот в кадре вытаскивать, и вот этот падает со всеми пунктиками? Пожалуйста Сама оценка, Ваня, нам вот так падать будет, я надеюсь Вот так круто Ты знаешь, кто специальный гость у Ивана? Который его всю жизнь прожаривает и имеет по всем критериям Не говори Не говорить? Нет, не говори Точно? Давай это как Давай, давай, да Пусть пишут в комментариях, могу какую-то одну подсказку дать Давай на ушко Какой-то казах Расскажи, какие-нибудь сплетни имеются за кулисами прожаривания? Какие-нибудь новости? Ну, такого, чтобы прям рассказать, наверное, нет Типа, Алексей Стахович ел курицу, вот пока только такие сплетни Нет, нет, я слышал, что будет другой ведущий Ничего себе Да, я новый ведущий Куда дел Илюху, признавайся? Он у тебя в кармашке где-то? Он у кого-то на подошвах, надо посмотреть А, я думала, что ты его... Нет, 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 я у него немножко подсидел, это было несложно За что будешь Ивана Абрамова прожаривать? Нет, но ему будет больно Больно? Что ты будешь делать? Ну, физически Физически? Да нет, нет Шутки будут, но мы будем бить его Это у меня такое лицо кривое, реально Кого прожариваешь сегодня? В этой одежде Ваню Абрамову Какая у тебя будет самая жесткая шутка? Можешь спойлернуть? Нет, нет, зачем мне это надо? Значит, там мне за них платят Я не говорю, а здесь бесплатно, пожалуйста, я спойлернул Нет, нет, нет Спасибо большое Смотрите, прожар Вань, прожарка прошла Поздравляю тебя, во-первых Во-вторых, расскажи Могу больше не делать вот это выражение лица Я наблюдала, это было невероятно Передача с самым минимальным количеством моих крупных кадров Потому что, ну, это не монтировать Это даже на дальнем будет видно презрение Как правильно Игорь сказал? А что, ты так реально прям считаешь? Что? Я как раз хотела тебя спросить Может быть, есть одна шутка Которая спойлер нашим подписчикам Которая тебе больше всего понравилась У какого комика? Может, процитируешь ее? А я, может сказать, ее частично уже процитировал Это у Игоря Джабраилова Была шутка, что Вот сейчас самое интересное В прожарке Ивана Абрамова Это Когда вот вы пойдете домой А, да А Ваня Абрамов к нам будет каждому подходить и говорить И что, ты прям вот, ну, реально считаешь вот так? А почему ты так сказал? А вот зачем ты так сказал? Вань, ну, честно, будешь так делать Я уже сделал Я уже все Я хотел тебе предложить Кого-нибудь спародировать И призвать наших подписчиков К просмотру прожарки Давай О, приготовление Я актер Всем привет! Меня зовут Женис Дорохов И я, блядь, абсолютно везде До сих пор слюни паникину во мне Всем приятного просмотра Вань, спасибо Денис Ждем тебя дальше Сходи в церковь, да Вы знаете, я сегодня буду исполнять свой музыкальный сэндап На своем синтезаторе В свое время я купил этот синтезатор Очень колоритного продавца Он сказал, что в этом синтезаторе 3000 звуков Говорю, зачем так много? Он говорит Молодой человек Вы тогда бы сразу сказали Что просто презираете музыку Я докупил этот синтезатор Разобравшись со звуком Я понял, что половина звуков здесь абсолютно не нужны У каждого звука, знаете, есть свое название Оно высвечивается на экране И вы, допустим, слышите какую-нибудь песню Где используется такой звук Под названием «Цистерна с водой» Не помните? Не применяйте ни одну песню I love you so much Может какая-то группа Которая в конце своих выступлений делает Ну что ж, дорогие друзья Сегодня для вас сыграли На клавишах Мэтью Дрон Отлично На перкуссиях Мэтью Донован И, наконец, на «Цистерне с водой» Олег Спасибо моим родителям, что в свое время отдали меня в озеро Скажите, кто-нибудь у вас знает А какие звуки делает такое животное, как осьминог? Нет? Вот же Мы-то думали, да, что осьминог — это что-то мокрое, да? Наподобие цистерны с водой Но нет, парень-то, душа вечеринки Чернила? Нет? Окей Найду все другие Следующая пара меня очень веселит Вот этот звук, он называется «Дикая лошадь» Запомните Она себя еще проявит «Дикая лошадь» И следующий звук, послушайте Похожий, да? Да или нет? Вот Думаю, пятый Б Вы так четверть не закроете Похоже И, соответственно, должны как-то синемично называться То есть, если вот эта вот «Дикая лошадь» То вот эта там «Дикая пони» Ну, связано что-то с животными Либо с парнокопытами, да? Но никак не шлюз Почему вот эта вот «Дикая лошадь» А вот эта уже шлюз? Дорогой, ты слышал? Мне кажется, у нас в саду «Дикая лошадь» Дорогая, спи дальше Ты всего лишь шлюз У меня здесь Есть еще мой один Любимый персонаж Давайте вы сами придумайте ему название Вы уже так немножко поднатаскались Очень известный звук Встречается во всех Во всех песнях группы «Русский размер» Как вы считаете, как он называется? Просто логику отключите «Презерватив» «Презерватив» Это очень смешно Да Не, еще варианты какие? «Презерватив» 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 «Сразу бы сказали, что просто ненавидьте креатив» Друзья, вы что, не узнали? Это же «Заяц» Клянусь, «Заяц» То есть по этой логике «Спокойной ночи, малыши» Должна заканчиваться так «Фили» «До свидания, девочки и мальчики» «Гав, гав» И Степаша «Спокойной ночи, друзья» И сегодня Мы не будем смотреть мультик Потому что сегодня будет Расколбас Давай, давай Кто спит, тот малыш Давай, давай Диджей Степ Типа сокращенно От Степашки Я вообще, знаете, очень Очень люблю музыку И в свое время закончил музыкальную школу У меня это было, знаете, очень колоритно Учиться по сольфежу У меня был очень интересный способ Начальной переклички Она делала так «Сережа» И Сережа, если он в классе Он должен был в ту же самую тональность В данном случае, Юля Мажор Рассказать свое имя Тем самым мы тренировали слух «Сережа», «Сережа» Но по этой схеме, знаете, Может было легко определить Кто у моей учительницы является Любимчиком в классе «Сережа», «Сережа», «Аня», «Аня» «Саша Карбузов, я здесь» Тебя лучше нет Передавай отцу от меня большой привет Вика, Вика, Игорь Его нет А что с ним? Он заболел Серьезно ли его заболевание? Нет, не серьезное заболевание Просто ангина Давайте на всякий случай помолимся За его здоровья, аминь Я... Вы знаете Нас музыка окружает по жизни Но порой, мне кажется, она не совсем грамотно используется Я думаю, наверняка вы все слышали Такого рода объявления на привокзальных площадях Поезд Москового-Махачкала уходит с третьего пути Помните, да? И по мне так Это, знаете, не самое лучшее музыкальное сопровождение Чтобы сообщить человеку новость о том, что пора ехать в Махачкалу Даже как-то немножко издевательски У меня все хорошо А у тебя поезд Москового-Махачкала уходит с третьего пути Просто человеку присоединяется стрессовая дорога Махачкалу Это два дня Очень трудно И нужно просто его расслабить и играть дальше Расслабься Все будет хорошо Ну вот, улыбнулся Лови персик Конечно, нектари Ну уж я тебе волосатый пацан Поезд Москового-Махачкала ушел Беги, ты можешь быть свободен Я вообще, знаете Я вообще выступаю за то Чтобы музыка нас сопровождала по жизни Просто, мне кажется, музыка усиливает любой момент в нашу пользу Не с проста А точнее, даже не с проста Если говорить членораздельно В фильмах В фильмах используется музыка для усиления момента Допустим, парень теряет друга на войне Звучит грустная музыка Усиливается момент Парень делает девушке предложение То же самое Когда у него жизнь наладилась Звучит романтическая музыка Усиливает момент То же самое в жизни нам поможет Допустим, вы опоздали на работу Вам говорят Сергей, как вы опоздали на работу? Виктор Николаевич Просто у меня с утра машина не завелась И вероятность того, что поверят Гораздо меньше, чем было бы Так, Сергей, как вы будали на работу? Виктор Николаевич, просто у вас когда-нибудь на руках умирал аккумулятор Хендая. Вот так вот, безо всякой причины. Ты вроде вкладываешь в него деньги, а он тебе плюет в душу антипризом. Виктор Иванович, вы что, плачете, что ли? Нет, Сергей, просто... Вас когда-нибудь увоняли с работы? Вот так вот, безо всякой причины. Идите. Идите подайте аплодисменты. Аплодисменты. Мне кажется, знаете, наша сборная бы выступила гораздо лучше на прошедшем для нее уже чемпионате мира по футболу, если бы все сопровождалось какой-то воистой музыкой, чтобы Фабио Капелло настраивал их и так. Вы великая страна. Страна, которая победила Гитлера, Наполеона и амбиции Геннадия Зюганова. Поэтому Акинфеев. Акинфеев. Ту, зараза. Игорь. Игорь, я здесь. Давайте помолимся за здоровье Игоря, но я же не болею. Мы все видели смачь с Южной Кореей, поэтому помолимся за здоровье Игоря. И, на самом деле, вернуться я хотел бы с того, с чего начинал. Помните, я вам рассказал, что есть такой звук, как дикая лошадь, и есть такой звук, как шлюз. Я, клянусь, вчера пытался разгадать одну великую синтезаторную загадку. Почему дикая лошадь так похожа на шлюз и так не похожа на диких лошадей? То есть, если разобраться, то если взять одну дикую лошадь и размножить, вот они, дикие лошади. Но нет же, это вот. То есть, она к ним как бы подходит, говорит, девчонки, можно с вами поиграть? Я как бы одна из вас. И они... Ты полукровка. Полулошадь, полушлюз. Я полукровка. Полулошадь, полушлюз. Я полукровка. Полулошадь, полушлюз. Я полукровка. Пойду водиться, утоплюсь. Эй, полулошадь, Здесь рядом есть открытый шлюз для полукровки Полулошадь, полушлюз, ты полукровка Полулошадь, полушлюз, я полукровка Ха, полулошадь, полушлюз Фу, полулошадь, полушлюз Лошадка, почему ты плачешь? Я полукровка Полулошадь, полушлюз Не плачь, многие великие люди были полукровками, да? Кто, например, Гермиона? Но если на то пошло, то ты отличаешься от этих лошадей. С одной стороны, ты всегда можешь быть грациозной и дикой лошадью, а с другой — шлюзом. Хорошо, если хочешь знать, то я тоже полукровка. Господи, ты полукровка? Ну почему? Конечно, полукровка. Иван Абрамов, полуеврей, полурусский. Я полукровка. Полулошадь, полушлюз. Нет, ты полукровка. Полулошадь, полушлюз. То есть быть полукровкой — это как-то веселей. Ты гермионна в мире диких лошадей. Шлюз и лошадиус. Ты кто? Я полукровка. Бодрее полулошадь, полушлюз. Ты полукровка. Полулошадь, полушлюз. Я полукровка. Да, я полукровка. Мораль. Все песни такова, чтобы качала. Не важны слова. Главное — бит. Играть повеселей. А можно петь? Да хоть про диких лошадей. И полукровку. Полулошадь, полушлюз. И полукровку. Про что? Полулошадь, полушлюз. Я полукровка. Полулошадь, полушлюз. Ты полукровка, мать. Ты полукровка. Эту песню все будете ругать. А автора грязью сильно поливать. Но месть всех этих критиков сама с утра найдет. Ведь каждый в душе теперь по-любому пропоет. Я полукровка. Полулошадь, полушлюз. Я полукровка. Полулошадь, полушлюз. Ты в этом мире музыки встал. На грешный путь раз полукровку. Знаешь наизусть. Дорогие друзья, на самом деле мораль всего этого в том, что если вы научились делать ремиксы на синтезаторе среднего класса, используйте ваше знание только в целях самообороны. Спасибо большое. Раз, раз, раз. Комедийный хейт-оркестр. Во главе с новым дирижером. Вы кричали, вы просили, Соболем и заменились. Сыграет на струнах души. Ваня музыкант, и он много знает способов убить вечеринку. Первый это... О, пианино. И поставит финальный аккорд. Вот это задон. Музыкальному стендаперу. Что может быть более гейским, чем фраза «Господа, скрестим шпаги?» Только играть на синтезаторе и называть это стендапом. Прожарка Ивана Абрамова. 17 октября в 11 вечера. Премьера на ТНТ-4. Скажите, пожалуйста, просто можно поднять руку. Кто любит рэп? Так, а русский рэп? Вот сходите в церковь вдвоем. На самом деле, я ничего против не имею рэпа. Мне всегда веселил русский рэп. Особенно это словочетание русский рэп, как американская пляссава или нигерийские частушки. Меня всегда веселило другое. Что любая песня в другом жанре начинается с какого-то красивого соло, либо сразу с красивой пени. Но почему-то русский рэп начинается именно с перечисления тех, кто участвовал в записании песни. Фил, Дрозд, Найк, Шуруп, Батон, Левша. И только после этого начинается песня. Причем, мне кажется, знаете, в будущем в рэпе будет именно меньше песни и больше благодарности. Фил, Дрозд, Найк, Шуруп, Батон, Левша. Олег Геннадьевич, наш администратор. Барыга Митя, уборщица Гюзель, костюмер Лена. Сайт рифмонлайн.ру. Наши родители. Так, Дрозд, я уже говорил. Так, все, вроде никого не забыл. Даешь жару, поехали. Это песня для тех, кто ее написал. А именно, Фил, Дрозд, Щепа, Найк, Шуруп, Батон. Причем, знаете, так происходит только в русском рэпе. Нет такого, что где-то в попсе руки вверх начинают свою песню. Я Сережа Жуков и Лешка Потехин. Мы сочинили песенку эту. Мы специально не зовем других ребят, Чтобы денежку делить 50 на 50. Давай, давай. Давай, давай. Причем, знаете, чтобы, согласитесь, петь такие песни, как «Руки вверх», нужно иметь харизматичный голос, как у Сережи Жукова. Либо иметь музыкальное образование в плане синтезаторных ремиксов, как Алексей Потехин. Но, чтобы петь русский рэп, вот если разобраться, нужно просто внятно выговаривать слова и буквы. Все, что тебе требуется. Но все равно половина рэперов на нашей российской эстраде — это город Ростов, город крутых ребят. Люди Ростова гордятся Ростов. В рэп не берут всех подъем, всех подъем. Лома, подтверди, подтверждаю город. Город родной мой, Ростов. Я сэкси гёв. Сэ-э-э-э-ээ-ээээ сэкси гёв. Ю сэкси герва, ва-ва-ва. То есть, по сути, подошел бы французский рэп, да? Но там бы они смеялись больше над глаголами И, знаете, русские рэперы, они не гнушаются заимствовать американские слова и вставлять их в русские песни, но со стороны иностранцев это смотрится очень дико. Они считают, это все равно, чтобы в американском рэпе присутствовали русские слова вроде Welcome to New York City, it's a great населенный пункт, we're gonna start our мероприятие, my sexy барышня is cool. О, моя боженька! Мы заимствовали только английские слова в наш русский рэп, но еще такое направление музыки, как гангстер-рэп, хотя, мне кажется, у нас давно уже есть свое гангстерское направление музыки, это шансон, то же самое, только поют более солидные люди. И знаете, если мы у них, русские, заимствовали в Америке рэп, то бы в Америке очень пошел наш шансон, потому что мы бы их лучше понимали, потому что шансон, как известно, это что? Музыка души. Я думаю, знаете, американскому шансону есть что сказать. Mother. Please excuse your son. Your son killed the policeman. But don't worry, мама. I will be all right. Because I'm nigger, мама. You little nigger. I feel very well. I feel very well. Barak. Obama. Go to hell. Мы любим все шансон за то, что это, знаете, песня о невыдуманных проблемах, о тюрьме, о потере матери в юном возрасте. Но русские рэперы, понимаете, они как бы, как сказать, они вот могут из любой какой-то прям, ну, маленькой проблемки, которая их только волнует, сделать прям гениальную пафосную балладу, что-то вроде Зуд, жар, потеря крови дорогая, держаться совсем у меня больше нету сил. Звони ментам, пожарным, кому угодно, святому Иуде. Меня слепенек усил. Но еще никто не уходил. А ты все жабы. Но на самом деле нужно сказать и то, что наши рэперы молодцы. Хотя не только наши, все рэперы молодцы. А то, знаете, что, нашу звезду поймают, типа нас в стендапе похвалили. Нет. Все рэперы молодцы, потому что они, знаете, запоминают огромные объемы текста. Там реально, если распечатать, там три листа получается, минимум текста, потому что очень быстрая речь. Чего, знаете, не скажешь, допустим, о вокалистах, которые работают в жанре электронная музыка. Там прям, знаете, халява для вокала. И так далее. Причем, знаете, мне кажется, запись песни в студии происходит очень быстро. Hi, hi, hi. I'm ready. Everybody, come on. Bye, bye, bye. Все. Причем, знаете, я думаю, что в будущем в электронной музыке будет вообще минимум слов. Я на самом деле из всех стилей, мне вот почему-то кажется, самый крутой это хэви метал. Вы знаете, мне нравится вот хэви метал, мужики меня поймут, хотя руки не поднимали. Вот когда хэви метал звучит, сразу понимаю, что будет сейчас серьезная музыка, что-то вроде. Прям, ух, сейчас прям будет настоящая соло-гитарист, самый гениальный человек. Если на сцене выглядит как лох, весь прыщак, то стоит ему. Я хочу выдавить эти прыщи все. Потому что, знаете, хэви метал делает из любого даже какого-то, ну, неряшливого парня, крутого парня. Допустим, если он говорит обычно «Есть 50 рублей», то это обычный бомж. Но стоит ему «Есть 50 рублей» на цветы для сатаны. Дашь! Пожалуйста! Кто это? Вокалист хэви метал. Причем, обратили внимание, у них есть такой очень яркий, хриплый голос. Очень, кстати, удобно. Вечером можно работать металлистом, а днем, допустим, ну, сотрудником кукольного театра на Таганке. «Эй, вот ты попался, Иванушка! Ребенок сатаны!» Главное, конечно, разделять. Чем я люблю металлистов? Знаете чем? Просто у них нет гастрольного возраста. Они вот как гастролировали, допустим, Iron Maiden 20 лет назад, до сих пор свои 60 лет гастролируют. Я не знаю ни одного рэп-коллектива, который в свои 60 лет до сих пор бы пользовался спросом на гастрольном рынке. Мне кажется, знаете, если когда-нибудь появится рэп-группа в 60 лет, у них будет песня по-другому начинаться. Пил, трос, найк, царство его небесное. Потом пока непонятно, анализы только в четверг придут. Все, даешь жару, поехали. Кто принес кошку, тварь? Все, я на процедуру, ну, спасибо большое.